здравствуйте мои дорогие любимые зрители я рада приветствовать вас у себя на канале сегодня я хочу с вами распаковать еще одну посылку эта посылка приехала ко мне из америки через службу доставки бандерольки сегодня я ее получила и хочу вместе с вами открыть открываем коробку здесь все вот так вот упаковано посмотрите как много посылок мне пришло на этот раз целая коробка сейчас все будем разбирать с вами ну вот посмотрите сколько маленьких коробочек ко мне приехала в этой большой коробке и здесь очень интересные винтажные всякие штучки украшения и на этот раз я покупала клоазаны глазаны это перегорочатый эмаль китайская произведенные в китае винтажные давайте посмотрим что пришло ко мне очень долго шла эта посылка очень из-за того что она попала в новогодние праздники декабрьские рождественские черная пятница шла на больше месяца ко мне я уже даже сама забыла что я тут на заказывала ну давайте с вами начнем вот с этой коробочки таким красивым бантиком и гривом из из кружев таких вот кружевная тесемочка симпатичная раньше такие использовала когда делала куклы ручной работы вот на коробочке отпечаток какой-то типа сердечко или цветочка это прям краской напечатано там человек сам эту коробочку так вот это не видите это не фабричная коробочка то есть коробочка такая видимо продается а этот продавец сам сделал такой оттиск на ней из краски акриловой тоже интересный прием правда на подарочной коробке делать вот такие отпечатки очень бережная упаковка всегда такая папиросная бумага такие всякие стикеры все так запаковано вот и пришла здесь ко мне бусина птичка эта птичка клоузаны такая вот сорока с хвостиком поднятым вверх и это бусина видите у нее дырочка спине и вот здесь такая сквозная дырочка вот можно сделать кулон такой сатуар кулон а внизу пустить кисть из цепей кисть из цепочек вот здесь я хотела внизу а тут на цепочках на каких-нибудь кольцах используя такие же бусинки клоузаны или другие бусинки например лазурит гавлит видите здесь синие голубые цвета может быть красные яшма может быть черный какой-нибудь агат и сделать такое сатуар с этой птичкой такая у меня была задумка так это первая покупка дальше этот же продавец я у него что-то еще купил уже забыла что в большой коробочке мне что-то прислал тоже завязаны эти семечкой сохраним ее вдруг куклы снова буду делать и можно использовать их для панталон кукольных то есть украсить низ панталон вот такой такими кружевами откроем эту коробочку и здесь другая птичка но это уже статуэтка это не бусина здесь есть дырочка в хвостике но это не для того чтобы ее вешать видимо по-другому ее может быть не отлить из металла вот эта птичка просто вот такая статуэтка на стол так вот ее ставить пугайчик маленький чудесная птичка вот я длина ну как бы вначале я увидела на вид этих птиц я даже не знала что такие существуют думала что глаза не делают только пепельницы или буса бусины но оказывается вот такие фигурки птичек тоже выпускались вот ну и просто вот поставить ее на подоконник или на книжную полку такую птичку купила в качестве подарка так как есть люди у меня среди знакомых моих и родных которые собирают мелкую пластику фигурки фарфор и я вот такие вещи иногда покупаю для подарков птички дальше еще одна птичка в этом увлеклась набрала в поиске клоузаны birds и все птички которые выскочили мне я стал их рассматривать и те которые были недорогие купила эта птичка тоже бусина вот у нее отверстие в спине и она насквозь через все туловище проходит и выходит вот здесь на грудке видите бусинка птичка кстати я видела там готовые бусы уже с этими птичками винтажные китайские бусы и эти птички они сбоку вот я вам сейчас фотографии покажу я сохранила себе фотографии эти бусы там дорогие поэтому покупать я их не стала но в принципе такие же можно сделать похожие и птичку не внизу как бы повесить а сбоку вот у нее просто лапки такие как цепляться будут в общем смотри косолапенькая птичка лапки поставила так смешно наверное уже зацепились когда ее носили и она согнулась лапка вот эта птичка бусинка то меня уже целое птичье царство и но это еще не все там по моему еще одна была птичка может быть и нет я уже забыла ну давайте посмотрим теперь наверное вот здесь да может быть здесь есть еще птичка 4 нет это бусинка бусинка клоуза на и который я купила в качестве центрального элемента для чокера если сделать чокер можно такую бусинку яйцо вот у нее отверстие есть поместить как центральный элемент либо как сатуар поместите и вертикальный внизу тоже сделать кисть и на цепочку ее повесить с бусинами вот такая красивая бусина крупная виде яйца у меня птички и яйцо так давайте посмотрим дальше да есть еще крупные птицы я вспомнила вот здесь в этом мешке пакете пакет из какого-то магазина на круче настолько всего вот эта птичка очень долго ко мне шла он ее никак не отправлял продавец пришлось ему писать и напоминать что время уже идет какая куропатка она мне напомнила знаете вот такие птички советских времен заводные они даже сейчас продаются на авито с ключиками заводные птички толстая такая думала что она поменьше будет но тоже птичка статуэтка это не бусина хотя у нее тоже есть отверстие на грудке на спинке нет но естественно не бусина такую же не наденешь громадину вот это статуэтка птичку которая можно поставить на стол мне очень понравилась расцветка такая здесь пасхальная розово-голубая желтая вот и птичка необычная редкая потому что вот такие птички встречаются там но везде не встречались а вот такая нет уж не знаю кто это цыпленок или кто большая птица и маленькие птички целое птичье царство ну дальше давайте посмотрим наверное здесь уже бусы как то здесь бусы я купила несколько бус клозаны все они тоже винтажные очень красивые кстати не тяжелые легкие синенькие и цветочки здесь разные посмотрите и желтый и розовый вот мне понравилось в этих бусах то что цветочки здесь разные но они в идеальном состоянии я думаю что я не буду их переделывать разбирать я буду их носить как винтаж это я купила себе такие бусы я давно мечтал у меня не было бус клозаны у меня есть браслет клозаны браслеты привозил мне родственник из китая давно 90-х может быть даже 80-х годах и тоненький такие я их носила и сейчас в этом видео вам в конце покажу что у меня есть клозаны дома вот но бусы очень красивые и они не тяжелые по весу может быть как забыла как камень называется агат наверное по весу как агат чудесные бусы можно носить их два оборота можно носить их вот так так вот очень хорошенькие хотя изначально я хотелось чем-то соединить может с птичкой какой-то такие вот бусы и еще есть бусы вот такие бусы а это отдельно бусины да вот это продавались как отдельно бусины но на фотографии было меньше я думала их меньше он не положил бонус еще вот такие маленькие бусинки там их не было на фотографии положил все что есть вот такие отдельные бусины старинные винтажные из которых я буду делать украшения тоже глаза видите какие разные эти синие вот эти голубые очень красивые хорошем состоянии в отличном даже нет нигде скулов ни ржавчины ничего очень аккуратно выполнены бусинки красиво дальше посмотрим что в этой коробочке так а в этой коробочке кулон должен быть кулончик глаза на этом очень много таких кулонов я думаю что это более поздние глаза на и наверное может даже современная но нет винтажные винтажные но не такое прям старинная может быть даже 90-е года или позже не знаю может 70 но в хорошем состоянии очень много таких кулонов на и бы с разными вот здесь вот узорами и они недорого очень недорогой 3 доллара есть такие кулоны в общем вполне можно купить кисточка конечно такая вот дешево очень выглядит но зато украшение так как она была сделана изначально хотя мне вот шнурочек этот не очень нравится я бы сделала все таки нам цепочках на бусах и заменила бы вот этот вот цепочку на более интересное но красивая бабочка на голубых цветах очень красивая на черном фоне вот такой кулон взяла купила на переделку так кулончик сюда его положим и давайте посмотрим что еще осталось уже последняя только вот это вот последняя посылочка и здесь тоже должны быть бусы сейчас моих с вами откроем все так запечатано эти бусы тяжелые и не такие крупные вот такие такие черные бусы с разноцветными цветочками красивые тоже но вот эти я хотела переделать потому что мне не нравятся узелки у замочка не такие какие-то завязанной но во первых ненадежно все это может уже оборваться им сколько времени вот бусины видите как ездит на этих ниточках потом серый цвет здесь вообще как-то выделяется не подходит и можно их перенесать можно перенесать их сделать более интересными вот эти бусы ну так они красивые тоже по цвету не сразу встречаются вот такие бусы глаза на и когда есть множество здесь переходов цвета когда вот эти цветочки они видите разные по цвету разные по форме вот такие бусы там не часто встречаются либо они очень дорогие недорого сложно найти но можно красивые можно даже сделать чтобы был и браслет в общем посмотреть такие бусы можно сделать по шею вот покороче чтоб только были по шею и из остатков бусин можно сделать серьги браслет в общем надо подумать крупные но тоже не прям не такие уж тяжелые наверное потому что они полы и внутри вот такое богатство глаза не буду творить надеюсь что вам понравилось по моему все очень красиво и главное что это глаза не можно найти очень недорого на ebay очень можно найти от 3 долларов здесь за 10 долларов за 8 за 7 вот такие цены где-то до 30 долларов можно найти бусины винтажные вот этих птичек на ebay поискать и купить кому понравилось вот а я вам покажу сейчас что у меня еще есть дома клоуазаны очень красивая техника перегородчатая эмаль клоуазаны несколько кулонов которые я тоже покупала когда-то на влашиных рынках но здесь уже в москве и такие кулончики еще я не сделала с ними украшения но планировала разные вот видите еще один вариант вот такого кулона круглого с птичками уже здесь их существует очень много разных вариантов различных красивые вот эти кулоны маленький кулончик и вот такой средний на черном фоне вообще красиво смотрится очень как мозаика как какой-то какой-то витраж очень интересная техника вот такие кулоны и сейчас покажу вам браслеты вот эти браслеты которые я носила который мне привез родственник из китая давно и настолько я их носила видите что здесь откололась эмаль к сожалению в некоторых местах вот и вы можете зато увидеть как выглядит основа основа металлическая и залита вот этими эмалью но здесь только на этом на синем браслете вот два изъяна вот они они на зеленом нормально нет ничего он такой целый ну в принципе когда их носишь этого даже не видно но жалко конечно поэтому с эти с этими изделиями надо быть аккуратными их нельзя ронять такие браслеты глаза все винтажное здесь вот ну на этом все всего вам доброго всех обнимаю целую позитива радости вам красоты до свидания